МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Давай, стреляй! Бегись! Да не попал ты! Плише надо подъехать! Клюй, где же? А, я нашла! Соедини! Он у нас водителем был до ранения, давай! Как они на этом ведре гоняют, а? Да они, похоже, в Клюева едут! Сами себе могилу роют! А я не буду, Сэрна! Нет, так не будет! Здесь работают часа на четыре, поэтому не менее тысячи ты! О, нормально! Иди к нам! У нас закусочка есть! Погоди! Сейчас поправим! Алло! А, тертяга, здорово! Ты так все с вами в Клюеве живешь? А я как раз туда и еду! А ты что там забыл? Помоги выкрутиться! А то местные шакалы прям на пятки наступают! Сейчас ориентирую! Где мы? На колокольной! Еду по колокольной! А понял, где это? Мы там еще в детстве! Клюй, да не надо сейчас про детство! А что не надо про детство? Занят! Клюй, давай ориентируй! Значит так, у колонки поворачиваешь направо? Ага! А-а-а, Клюй, получается, что мы этот поворот-то проскочили! Другой маршрут! Зинка! Да на! Значит так, если этот поворот направо вы проскочили, дай соображать так... Так, там должен быть еще один поворот направо! Вот его вы не проскочите! Так, Клюй, похоже, мы подъезжаем! Так, давай за мной! Больно тебя! А вы остаетесь здесь! Живей за ними, быстро! Пошли, 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 пошли! Давай! Клюй, наверх! Вверх! Окей! Клюй! Давай, 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 залазь! Пошли, 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 пошли! Быстро давай, наверх, быстро! Слушай, а с кем ты там, командир? С одной красоткой. Так, куда? Ага, пошли, пошли. Давай. Ты меня раздавишь? Максимум по муну. Давай, давай, давай. Дружище, Клюй, куда тебе, а? По лестнице. Вниз? Да, вниз. Взлет вниз давай. Давай, давай живее за ними. Давай, давай, давай. Слушай, Клюй, а здесь тупик. Тупик? Да. Там же должен быть выход в подвал. Ага, понятно. Иди, иди. Ты меня ударил. Терпи, пошли. Пошли. Дай туда. Ага. Давай, ломай. Ой. Да нет тут никого. Откуда им взяться-то, ну? Эй. Аааа? А-а-а! Все в порядке? Да все хорошо. Извини. Да ладно. Ничего больше не болит? Голова еще раскалывается, зараза. Нормально ты мне об двери саданул. Может в больницу, а? Только не в нашу. С их левыми лекарствами. А ты откуда знаешь? Дослышала пару раз, как Сеня говорила по телефону. А потом его убили. А кто убил? Думаю, Катов. Не Мищенко? Может и Мищенко. Грач, я думаю, помогал. Это помощник Катова. Я сама не видела. Ох, отсидеться нам бы где-нибудь в тихом месте. А поехали в Париж. Лин, ну какой Париж, а? Ну, я тебя что, сильно о косяк, что ли, ударил, а? Париж. Да Париж это заброшенный пионерский лагерь, так называется. Там тихо, отсидеться можно. Ну, правда. Извини. Извини. Ну, Париж, так Париж. Поехали. Поедем. Ну, скоро ты. Да, скоро она качается. Давай быстрее уже. Это тебе. Ты понимаешь, что это вам не за колеса? Завтра я Федору позвоню. Сделайте для меня пару дел. Каких, я скажу позже. Мужики. Заберете их с собой. И чтоб всем молчать. Давай быстрее цепляй. Всем привет. Привет. Здорово. Здорово. Николай Степанович, подойдете? Потом, сай, некогда. Вик, привет. Привет. Так. Вот лекарство, экспертиза нужна срочно. Ага, поняла. Кумов где? В буфете видела. Ага, я к нему. Давай. А Тимофей где? Тимох в Париже отсиживается. Да, я вас помню. Хм. Лен, чего ты тут увидел-то? А? А, понятно. Почему Париж? Ты голодна? Пойдем завтракать. Кроссанов, конечно, не обещаю, но в Дракоши всегда есть запасы. Пойдем. Пойдем, пойдем. Пойдем. Самое главное, товарищ генерал, что мы с Тимофеем успели приобрести все эти медицинские препараты до заварушки. И по нашей версии, они должны оказаться пустышками, фальсифицированными. Надеюсь. Потому что пока от вашей поездки пользы нуль. Польза будет, когда Вика получит результаты экспертизы. Потому что Катов, выиграв тендер, стал поставлять в аптеке обыкновенные пустышки, которые в десятки раз дешевле аналогов. Понимаете? Это пока только предположение. Факты будут, когда начнем трясти Катов о его подручных. Так трясите. Трясите? Только, Коля, ради Бога, прошу, не рискуйте понапрасну. Хорошо, Евгений Борисович. Где Ефимов у нас? В Париже отсиживается. Вот Ефимов в Париже. А мы с тобой тут. На, и чай. И шоколад можешь весь съесть. Спасибо. Что же мне с тобой делать-то, а? Тимофей, я, конечно, понимаю, что я произвожу впечатление немного странной. Ну так. Ничего. Ну да. Мужа у меня убили. Отец его умер. Мама его в больнице. Повидать бы ее. Ты знаешь, у меня кроме нее сейчас, пожалуй, никого и нет. Да. Задачка. Слушай, а у тебя телефон Мишенко есть? Ну да. Давай. 8-999-919-1919. Ничего себе номерочек. Хм, блатной. Здорово, гнида. Это звонит тебе тот красавчик, который вчера на твоей тачке весь бензин укатал. Нужно поговорить. Да пошел ты, сконс вонючий. Завалю тебя, бам. Успокойся. А то суйни сюда долетают. Успокоился? Вот молодец. Значит, ты мне дело предлагала, да? Так вот я готов. Ага. Да, ты мне платишь десятку зелень, а я тебе отдаю эту проблемную козу. Что? Успокойся. Сволочь. Так, через три часа встречаемся у ворот твоего склада. Будь один, понял? А то ничего не получишь. Успокойся, тихо. Успокойся. У нас есть с тобой два-три часа, чтобы повидать твою свекровь. Пока эти упыри будут за меня оплаву готовить. Поняла? Поняла. Ну, за газу ответишь. Неадекватная. Еще кружками кидается. Иди, садись. То есть ты думаешь, что он такой лог, что возьмет и приедет, да? Ну, почему? Он бы просто мне тогда не звонил, а задержал бы меня сразу. И не назначал бы встречу здесь рядом. Почему? Да потому что там спрятаться негде. А мы приедем пораньше, подстрахуемся. Все посмотрим. Парней-то брать будешь? Конечно. Слушай, успокойся. Кто деньги не любит, а? Он сам сказал, может, договоримся. Ну, смотри. Только без меня. В смысле? Позвоните мне. Он нам сделал, что шлютило. Он нам не ждать. Пацаны. Погнали. Погнали. Лена. Лена. Здрасте. Здрасте. Здравствуйте. Ну что? Утром вернулись за реанимацию, и там вся проблема. Пусть они пообщаются. Ну, хорошо. Ну, в общем, долго она не протянет. Муж умер, сын. Что только не пробовали, ей вводить ничего не помогает. Ну, может, у вас лекарства некачественные, просроченные. Да ну что вы. Лечим тем, что дают. Семен Арнульевич оставлял какие-то свои препараты. Сейчас я посмотрю. все-таки вот. Это что вы вообще... Коляныч, слушай, нужно проверить все препараты, которые поступают в эту больницу. Местный лекарь сказал, что они ни черта не помогают. Я... я сточу несколько пилюль разных для проверки, вот и посмотрим. Ты некогда в установленном порядке, Коль! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, долго еще? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Похоже, нас скинули. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Снимаемся! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты знаешь, Димиченко живет? Да. А тебе зачем? Пора переходить наступление. Так что не подтвердились твои предположения, Коля. Препараты оказались настоящими высшего качества. Да нет, ерунда какая-то. Не может этого быть. Ошибка. Ай, ну а зачем же нас тогда так прессовали? Да и поменять никто не мог, потому что препараты были только у меня и у Вики. И здесь все свои. В лаборатории тоже. Думаешь, Вика? Да вы что, товарищ генерал? Так, мне нужно ехать в Сумск. Есть у меня еще одно предположение. И у меня есть предположение. И, к сожалению, не одно. Коля, пусть Кумов связывается с кем угодно, но сюда нужно доставить нормальные медикаменты. Здесь больницы переполнены. Чего же знать? Чем они здесь встречаются? А в аптеках препараты настоящие. Экспертиза подтвердила. В общем, выезжаем к тебе. Утром будем. Да, я вас встречу. Есть предположение. Лиз, не отвлекай меня сейчас, ладно? Все. Пойдем? Угу. Вика, нужно с собой взять двух криминалистов. Местные искали подтверждение инфаркта. Мы будем искать подтверждение убийства Архипова. Нам нужно проверить его компьютер. Ага. А я пока в Париж съезжу. Угу. Здесь? Да, последний подъезд. Черт, машины его нет. Значит, будем ждать. Это тоже его? Ну, ничего себе, доходы. Да, он жених завидный. Ну, ничего, скоро этому жениху будет свадьба. На зоне женихаться будет. Он на зону не пойдет. Лучше застрелиться. Жди в машине. Я на вас надеюсь. Угу. Завтра все сделаете? Да. Да, я потом бабла подкину. Толик? Тяжелый гад. Тяжелый гад. Гад. Из-за тебя ноготь сломала. Ааааа. Ааааа. Аааа. Ааааа. Слушай, Лен, у тебя кроме этого Парижа и твоей квартиры есть у кого остановиться? Нет. А почему ты об этом спрашиваешь? Не, ну я, конечно, понимаю, со мной весело, но там где там опасность, там дерутся, там стреляют, ты же видела. Мне с тобой спокойно, я тебе уже говорила об этом. Сжать охота, ты не хочешь? Хочу. И я хочу! Сволочи! Покормите пленного! Вы что притихли? Серьезные бумаги. Это все? Все. А дело мое на тебя заведенное не проявилось никак? Пока тихо. Ничего, подождем. Я вот думаю, может и нет никакого крота. А утечка по Нарвской операции, ты же сам сообщал. Да. Это только предатель, другого варианта нет. Ладно. Ты пошустрее осторожно. Вокруг Осинского. Посмотрим с двух сторон. Ладно, пошустрю. Посмотрим. Ты какой-то задумчивый сегодня. Да скоро одного человечка на воле встречать. Знакомый, друг? Лучший друг. Лучший друг моего отца. А вы не знаете. Лучший друг твоего отца? Да. Это серьезно. Не знаю. Я побежал. Я побежал. Хлеб. Сосиски. Бутики. А сок где? Тьфу, забыл. Ну, к чаю бутики. Нормально. А Вика где? А Вика поехала к Архипову домой. С экспертами изымать компьютер. А потом в морг на повторное вскрытие. Слушай, а ты таблетки-то из больницы изъял? Изъятие-то когда с протоколом. А я их, Каляныч, взял. Но Вика-то могла все на месте официально сделать. Хотя, если они окажутся левыми, я думаю, тебя простят. Или я ничего не понимаю в этой жизни. Ого! Жив еще. А я думал, ты шутишь. Я хотел. Но потом я подумаю, я же... Мы же закон правильный. Арислан! Давай на допрос. Тимох. Дай я с ним сам поговорю. Уверен? Угу. Ну, смотри. За что? Сразу солнышко. Понял? Да. Давай, Каляныч. Солнышко, говоришь? Не, мне интересно. Че? Кто ж вам приказал убить Архипова? Я понимаю. Вы не главный. Кто приказал? Кто главный? Катов? Слушай, пошел ты. Я предлагаю сотрудничество. Чисто сердечное признание. Да, да, да. Раскаяние. Облегчает душу и увеличивает уголовное наказание. Слушай, я никакого отношения к смерти Архипова не имею. Понятно? Сейчас наши криминалисты работают в квартире Архипова, и мы докажем. Ваша причастность к его убийству. Пусть работают. Пусть доказывают. Тихо. Давай, прочно. Давай, прочно. Давай, прочно. Давай, прочно. Давай, прочно. Дай. Дай. Куда ты? Дай. Хорошо. 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 Вика, что у вас? Пожар у нас. Квартира Архипова горит. Взяли, молодцы. Давайте их в комитет. Там допросим. Прямо сейчас работайте в квартире Архипова. А вторую группу срочно в морг на повторное вскрытие. Все. Срочно. Повторное вскрытие. Пойдемте. Пойдемте. Не прошло с пожаром. Будем допрашивать твоих подельников. Допрашивай. Да пошел ты! Я предлагал сотрудничество. Теперь этот бонус переходит им. Ты убил Архипова. В ночь, когда ты убил Архипова, кто поменял таблетки в аптеках? Что? Левые таблетки. Кто поменял? Значит, подожди, это значит, они за собой почистили, а я что, крайний, что ли? Кто у Катова отвечает за эти дела? Кто? Подожди. А может, ты блефуешь? А? И квартирка-то сгорела? Конечно, сгорела. Как-то так. Ну, Калич, молодец. А если бы в солнышко, он молчал бы. Вот так вот. Узнал чего-нибудь? Узнал кое-что. Ага. Ну, пойдем поговорим? Стоять! Кто такие? Что здесь делаем? Документики. Федеральный антикоррупционный комитет. Нам необходимо пройти в здание. Да без вопросов. Антикоррупционный комитет – это сила. Только вот пропуск нужно выписать. А у них сейчас обед. Сейчас уже двух. Пропуск. Спокойно. Пропуск так пропуск. Но не дай бог, сейчас здесь начнется пожар. И тело Архипова кремируют. Тогда вы оба пойдете вслед за Мищенко. А что с Мищенко? Как? А вы не знаете. Арестован и дает показания. Как приказал вам поджечь квартиру Архипова. А также мешать сейчас следствию. Беги. Гаси горелку. Бегите, а то пойдете как соучастники. А может быть, Архипова убил Грач? Ведь Катов доверил ему избавиться от Лены. Значит, Грач выполняет для Катова важные поручения. Нам нужен Грач. И еще Мищенко заметает следы. Я абсолютно уверен, что это он спалил Ленину квартиру. Что? Моя квартира сгорела? Тимофей! Ну! Не трогай меня, Галяныч! У нас была собака. Может, спаслась, а? Ну, конечно, спаслась. Что вы? Мне бы сказали, если что-то случилось. Фест продажный! Ты понимаешь, скуп с Ванючей, что грозы тебе пришли? Чуешь, Шурюк, да? Пожизненный пахнет, а? Димох! Ну! Вика звонила из морды. Эксперты сказали, что Архипов был убит. А этого сдали дружки. Это он им приказал квартиру спалить. Видишь, все против тебя. За всех ответишь, а Катов слетит. Понял? Да Катов такая же пешка, как и я! Нам про пешки неинтересно. Нам тузы нужны! Вставай! Давай! Пошел! Давай! Пошел! Я с ним рядом не поеду. Видишь, гадный, что-то докатился, а? Давай! Садись! Здесь достойные люди ездили, не возмущались. Не возмущались, говоришь? Не возмущались, Калянч. Рты-то были заклеены. Хе-хе-хе! Слово все! Почему я только сегодня узнаю, что Хаткин арестован? Когда это произошло? Три дня назад. И документы он, конечно, не подписал. Это твой прокол. Вот и решай. Мне плевать, что с ним будет. Пусть он подпишет задним числом, я не знаю. Потом пусть его сажают. Где он сидит? Ему можно бумаги на подпись передать? В том-то и проблема. Он в антикоррупционном комитете. У Кумова. Я не знаю, как ты это сделаешь. Но ты это сделаешь. Или пойдешь по миру. В лучшем случае. Понял? Иди давай. Стой. Ты, я смотрю, покуражился при задержании. Ну так. В рамках дозволенного. Давай, парни, принимайте. На, при комплектации. О, прошу. А это что? Это бабло. Ничего себе. И как прикажешь это принимать? Без описи. Без акта. Не хочешь, не принимай. Мы на эти деньги лекарств купим в больницу. И докажем, что бабло побеждает зло. А чего, хорошая мысль. Надо подумать. Ну-ка, положи. Денежки счет любят. Гена, вы бы не светились здесь, пока мы операцию не провели? Некогда мне светиться. Мне еще считать, приходовать. А то потом скажете, что я подрезал. Да ладно, Ген. Чего ты? Ну что, парни, загружаемся. Тебе лучше с нашими. Они тебя довезут. Куда скажешь. Поехали. Вот и вся любовь. Кивнула и пошла. Бывайте, парни. Ладно, Тимофей. Поехали. 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поехали. Пока. Спокойной ночи. Давай. Поговорить надо. Ночью, двое суток назад, с этого склада была большая развозка по аптекам. Что развозили? Пришла фура ночью. Всех водил подняли. Привезла медикаменты, но мы их развозили. Это настоящие. А которые из аптек забирали, куда отвозили? Мы их только развезли. Я больше ничего не знаю. А что вообще с аптек-то можно собрать? Они что, свои паленые медикаменты сожгли? А кто руководил погрузкой? Грач. Ага. Ты понимаешь, что наша беседа приватная? А это как? Объяснить? Нет. Гуляй. Ага. Ну что там, Вика? Сейчас. Загружается. Ой. Извини. Не докажем. Катов скажет, что срок годности у лекарств в аптеках закончился, и он их заменил. А письмо Архипова полный бред. Здравствуйте. Ага. Здравствуйте. Вот, загрузилась. Посмотрим, что тут есть на Грачевского. Опачки. Грачевский Алексей Геннадьевич. Окончил медицинский институт. Два срока за мошенничество. На зоне был в большом авторитете за грузизну нравов. Ну и как медик он был уважаем. И что этот наш медицинский авторитет? На вторых ролях у Катова? Есть что-нибудь еще? Хорошо. Так, Грачевский учился в институте вместе с Пустоваловым. Пустовалов. А Пустовалов сейчас один из руководителей здравоохранения в области. Но были жалобы. Были. Просто Пустовалов их прикрывал по своей линии. А Мищенко по своей. И оба они распрекрасно делали дальше свой бизнес. Спасибо. Да, я поняла. Но мне нужно время, чтобы проверить Пустовалова. Согласна. Не может это быть просто совпадением. Вик, давай мы с Тимофеем съездим к Катову и пообщаемся. Давайте. Тимофей, поехали как к Катову. Поехали. Вик. Ты чего дергаешься? Бабла не досчитался? Сережа, Макс! Да не зови. Хилый, у тебя охрана на самом деле. В чем дело? Кто с пустышками первый начал? Грач или Пустовалов? У меня... У меня все чисто. Можете любую аптеку проверить. Аптеки мы проверили. А вот как насчет больницы? Там не успел? Без Архипова никак? А вот про больницы у Архипова не спрашивайте. Где сейчас грач? Я не знаю. Где грач? Я не при делах. Не при делах? Это они. Они все делали. Да? Это они мне приказывали. А я просто на зарплате сидел у них. Чего? Они мне зарплату платили. Не очень большую. Ну что, Коляныч, делать-то будем? А? Давай гений звонит. Пусть приезжает. Живи! Бюджетник. Парни, бусурман, быстро на погрузку. Работаем чисто. Давай, давай. За мной. Это вот этим они, что ли, людей лечили? Ну да, смотри-ка, пожадничали. А могли бы избавиться. Думали, что попозже продадут, когда все уляжется. Ребят, оставьте место для еще одного медика из департамента здравоохранения. Пакуйте хлопки. Заводи дракошу Тимофей, поехали. Геннадий Степанович, здесь все. Хорошо. Друзимся! Быстрее, быстрее, парни. Я хочу вам все рассказать. Вы самое главное, не волнуйтесь. Надо насчет похорон договориться. Рядышком их положим. Господи, как ты одна управишься? Управлюсь. Помогут люди. Время такое. Кто поможет? Есть добрые еще. Вы не волнуйтесь. А я уже не могу. Эх, мужички мои, мужички. Семиных убийц ищут. Нашли уже. Ну что? Где ты будешь жить-то? Пока у подруги, а потом куплю что-нибудь. В другом городе. Квартира была застрахована. Спасибо Семену. Ты поможешь мне с похоронами организовать? Ну, конечно. Конечно, помогу. Спасибо. Ты, это, ну, пока там суть до дела. Хочешь у меня пожить? Ты серьезно? Ну, да. Пушинка. Ну, я тебя тогда после похорон заберу. Леонид Сергеевич Пустовалов? Да. Антикоррупционный комитет. Чем обязан? Вы задержаны по делу о продаже фальсифицированных лекарственных средств. Пройдемте с нами. Что случилось? Тихо, тихо. Что такое? Что? Кажется, сердце прихватило. Ничего, вылечим. Пустышками со спадкой отчастков. Пойдем. Пошли. Давай, пошли. Ребят, принимайте. Давай, пошел. Смотри. Ну, что, Галяноч, генералу за премией. И за выговор. Пошли. Ну, вот, так мы выяснили, что фирма Катова на самом деле принадлежала Пустовалову. Пустовалов, пользуясь своим служебным положением, помог выиграть тендер на поставку лекарств в аптеки и больницу Сумска. А Грач решал все силовые вопросы. Все, думаю, когда они подавятся. Три горла жрут. Извини, звонок. Потом договорим. Слушаю тебя. Все понял. Значит, Деза про тебя так и не прошла. Ладно. Отбой. Значит, Нестеров отпадает. Ну и кто тогда Крот? Помнишь, как я тебя с дерева снимал в школьном дворе? Помню. И дерево помню. И кошку. И ремень. Спасибо, что помог выйти досрочно. Да. Олег Андреевич. Так кто? Хочешь знать, кто нас с твоим отцом посадил? Светлая ему память. Ну, был такой. Следователь. Кумов фамилия. Моего отца посадил Кумов Евгений Борисович. Слушай, Каляныч. Да. А что по тебе генерал-то решил? Ну, по поводу дела Хаткина. Помнишь, выговор хотел улепить? Ну. А за дело с лекарствами вроде поощрить надо. Плюс на минус. Короче, пронесло. Отсутствие наказания своего рода поощрение. А с другой стороны, я же не накосячил. Да. Значит, мне что полагается? Премия. Так ведь, правильно? А что смеешься? Так полагается. Вик, вот скажи мне. Мне премия полагается? Тимох, ну какая премия? Не заслужил ты еще. Как это я премия не заслужил? Ты что? Да ладно, шучу. Я поехала с Рафимку встречать. Пока. Вот а я. Пока. Алло, Паш, привет. Рада тебя слышать. Я доставлю тебе еще немало приятных минут. А теперь слушай меня внимательно. Твоя дочка у меня. И только от тебя зависит, будет она жить дальше или нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Кулакова